Всем привет! Давно меня здесь не было, давно я ничего не снимала и решила записать видео просто разговорное. Раньше я всегда думала, что это никому не интересно, но все же сама смотрю такие видео. Хочу сказать, что предыдущее видео я выкладывала уже давно и я очень изменилась. Могу делать хвостики, правда, что происходит сзади лучше не видеть. Эти кудряшки просто что-то с чем-то. И это правда действительно успех, что можно делать такую прическу, чтобы волосы не мешались, потому что они очень пушатся, от них очень жарко. Ну и вот. Прошел уже год после пересадки, я до сих пор не верю, что время так быстро летит. Почему-то я сейчас с вами говорю и начинаю волноваться, у меня начинают пирать мурашки, знаете, вроде в жар бросает. Как будто я общаюсь с человеком, которого я вообще не знаю, которого первый раз вижу. Хотя я сижу просто перед камерой. Я даже вас не вижу, не понимаю, кто это будет смотреть. Прошел год, и что поменялось в моей жизни, что восстановилось. Начнем с того, что, конечно же, вернулись волосы, они продолжают расти, да, у них другая структура, они по-другому себя ведут, по-другому смотрится моя внешность, но что поделать. Зато они есть. Вот. Но как бы я не переживала, даже когда их не было. Следующее, что показатели еще могут плавать. Например, у меня часто они это так делают, особенно тромбоциты. Тромбоциты — это клетки. То есть, я думаю, многие уже слышали, что такое тромбоциты, тромбы и так далее. Вот. Они влияют на густоту крови. У меня всегда тромбоциты низкие. Это значит, кровь жидкая, могут появляться синяки на теле, такие небольшие красные крепления, могут воспаляться десны и при чистке кровить. Даже просто могут кровить. Вот. Но у меня в основном только синяки, и вот эти красные такие... Забыла, как это называется. Кемоглобин у меня наконец-то стабилизировался более-менее, что держится от 100, при этом хотя бы голова не кружится. Это уже успех. И почему это всё у меня начало вот так потихоньку расти, как бы у меня появилось больше сил из-за того, что я начала пить витамины. Многие говорят, что нельзя пить витамины, БАДы различные. Это способствует образованию опять онко каких-то там клеток, в нашем случае бластов. Но врачи-то знают, что говорить. Что приводит, это неизвестно до сих пор. Что являлось причиной в моём случае, тоже непонятно. Что привело к поломке данной хромосомы, тоже ничего непонятно. Очень люди часто там как-то могут шутить насчёт хромосом, но я сама не верила, даже не думала, что может быть такое, что когда получается лейкоз, то у тебя происходит поломка в ДНК какой-то определённой хромосомы, у тебя их может быть не 46, точнее 46 нормальных у тебя может быть больше. То есть у меня их было 52. И ты думаешь, как так? Вроде привыкли, что 46 хромосом, как может быть больше? А вот так вот. И, кстати, когда смотрят, какие поломки, там, делеции их называются, вот, по ним определяют, в какую группу риска ты относишься. У меня вообще не было это приятный, потому что у меня был комплексный кариотип. Это значит, было две сложных деленции вместе. То есть при этом случае хоть как нужна была пересадка. Поэтому мне сразу после результата пункции сказали, всё, ищем тебе донора среди родственников. И мы так и начали делать. Так как у меня от пересадки была РТПХ кожа, у многих бывают разные РТПХ кишечника, РТПХ глаз, вообще всё разное бывает у людей. Всё индивидуально. Вот у меня была РТПХ кожи. Это такие высыпания у меня. Сначала просто красненькие высыпания были, потом они давали чесаться, кожа начала в этом месте темнеть, потом зуд становился ещё больше. И, в принципе, потом она просто слазила. Это было очень тяжело, но я рада, что я прошла это, что я молодец, выдержала. И сейчас у меня просто бывает, как высыпание в области ключиц на лице, как подросток, и сзади, то есть в области ключиц, плеч. И я уже к этому привыкла, оно всегда такое сухое, я сильно стараюсь не мазать, потому что лишнее воздействие тоже на кожу лучше не делать. И это нормально. Это значит, что мой трансплантат, папин костный мозг, работает. И очень многие люди спрашивают, как лучше, какого родственного донора взять или неродственного. Тут решают, конечно же, врачи. Многие спрашивают, а какая реакция будет, какой лучше, родственный или неродственный. И всё действительно индивидуально. У кого-то бывает родственный и мало РТПХ. То есть вот этой реакции. То есть, например, вот как у меня кожа просто. При этом у нас с папой 60%. То есть мы не полностью совместимы, но это мой родственный донор. Есть у кого подбирается не родственный донор, но 100% с одинаковым ДНК. Вот эти же HLA, HLA, типирование. Не знаю, как правильно произносится. Вот. Это смотрят по первому-второму классу, насколько человек к тебе подходит, насколько вы совместимы и так далее. То есть даже при 100% совместимом может вообще не быть никакой реакции, а может быть много реакций. Всё зависит от организма. Что ещё хотела бы сказать? Сейчас проверим, вы хоть работаете. Что ещё у меня произошло? У меня начались проблемы с ногтями на ногах. Они немножко стали закручиваться. Ходила мне, говорили, это из-за обуви. Но раньше же не было этой проблемы. Я всегда ношу обувь большей. Я не люблю обувь притык. То есть нет того, что могло бы сподвигнуть к этому. И вот именно проблемы с ногтями начались после пересадки. Это понимаете? Организм полностью обнуляется, полностью меняется. Если выпадают волосы, то и, конечно, на ногти было воздействие. И они действительно поменяли свою структуру и начали немножко закручиваться. Как я себя ощущаю? Да, бывают дни, когда действительно ничего неохота делать. Сил нет. Бывает, ты очень быстро устаёшь. Бывает, что у тебя очень много энергии. Ты не знаешь, куда её девать. То есть это всё... Как сказать? Может быть, и у обычного здорового человека, но у нас, людей, которые прошли такой путь после химии, хоть год у меня после трансплантации, всё равно вот это бессилие, оно бывает. Вот. Меня, кстати, немножко продуло. Слава богу, я рада, что если у меня продувает, у меня в основном только нос и горло. Всё, дальше это никуда не уходит. Потому что бывает тоже, как говори, индивидуально всё, ситуации разные. Бывают люди пишут, что они постоянно болеют после пересадки. Кто-то редко болеет. Вот как это объяснить, непонятно. Кто-то сидит дома, везде в масках ходят. Кто-то везде ходит, ничего не боится. И ты думаешь, а что действительно влияет на то, как ты будешь себя чувствовать? Не знаю. Как это объяснить, даже врачи толком не смогут объяснить, потому что... Потому что... Они не знают, как будет у тебя действовать организм. Вот. Хотела что-то сказать, у меня сбылось нос. Ладно. Что у меня ещё поменялось? Сухость стоп. То есть у меня всегда были мягенькие пяточки. А теперь они стали очень сухими и твёрдыми. Так, не поломать мою прическу, где-то там непонятно, что происходит. Вот. Я купила крем от Аравия. Говорят, хорошая фирма. Как раз для таких ног, которые и потеют, например, в обуви, когда хожу в обуви, у меня ноги потеют. Но при этом они и очень сохнут. Вот. Этот именно крем для этого. Он с пудрой. Я не стала какими-то там определёнными травами брать, потому что у меня реакция на травы. То есть пусть это будут таблетки либо крема с травами. Всё. Это у меня просто краснеет лицо, тело. Оно не принимает этого. У меня, когда была свадьба, я пошла на макияж, и я забыла сказать сразу, что давай без косметики, с лекарственными какими-то, с травами, в общем. Мы намазали то ли тоником, зелёным чаем, и всё. У меня лицо покраснело. Я думаю, ну капец. Сейчас весь день буду с красным лицом. Но, слава богу, это быстренько прошло. Но всё же я не рискую использовать какие-то травы для себя. Вот. Хотя многие... Я почитала, что они наоборот, многие переходят на травяные какие-то таблетки. Я поняла, что нет. Это не моё. Я не буду рисковать. Ещё что я хотела бы сказать, что многие сидят долго на иммуносупрессиях всяких. Я не сижу сейчас на препаратах. То есть кроме витаминов там разных. Витамина Д. Вот. И всё. То есть для меня сейчас лучше так. И я, в принципе, чувствую себя good, хорошо. Скоро мне ставят прививочки. Вот. Жду своего врача, когда выйдет из отпуска, чтобы начать... Точнее, составить весь график полный и начать проставлять прививочки. Страшно? Конечно. Очень страшно. Ну, что поделать? А давайте просто болтаем. Вот. Для того, что у меня нету сил, я рассматриваю работу какую-нибудь, но она либо в центре города, докуда мне добираться будет тяжело. То есть я понимаю, что я буду очень уставать, я не хочу нагружать свой организм. Либо... Либо какая-то такая, знаете, холодная эти звонки, но прям надо, так скажем, прям втюхивать и втюхивать. Я это не умею и не хочу этим заниматься. Тем более там стресс, не стресс, стресс мне не нужен. Поэтому я пытаюсь что-то найти, пока ничего не нашла. Иногда думаешь, лучше какие-то проекты создавать, но ты теряешься. Ты не знаешь, что именно, какой проект ты хочешь создать, или думаешь, что всё это не идеально у тебя будет, у кого-то будет лучше. Конечно, всегда у кого-то будет лучше. На этом мы должны учиться. Это как вчера мы заезжали в магазин автомобильный. Не буду говорить, где, как, чего. Просто человек сказал, что когда он начал открывать свой бизнес, ему говорили, а ты не боишься, что, ну, там, будет компания, которая у них лучше, то есть они будут мешать тебе развиваться. Человек сказал, нет, я не боюсь. И действительно, к нему больше идут. И несмотря на то, что есть компании, которые более такие огромные, расширенные, человек всё равно имеет своих клиентов. И так во всём. Я считаю, что даже вот хоть бьюти-сферу взять, что очень много мастеров в ногтевом сервисе, лэшмейкеров, как называть, с ресничками, бровистов. Но у всех будут свои клиенты. Просто надо уметь показать себя, чтобы клиент тебя нашёл, чтобы он понял, да, это тот мастер, к которому я должна идти. И так в любой сфере. Я это понимаю, но я не могу почему-то развиваться и демонстрировать себя. Вот так вот. Я думаю, можно завершить. эту тему. Вот. Но ещё я бы хотела сказать, вот смотрите, если бы увидели такого человека на улице, как я, например, вы бы не подумали, что я там инвалид первой группы, онкопациент и так далее. И так далее. То есть, людей потом не сравнить. Многие вообще об этом не говорят. То есть, я решилась говорить об этом, а многие скрывают и боятся. Но это в основном более взрослые люди, и они боятся какого-то осуждения. И я, кстати, стала больше замечать людей, которые действительно болеют. Ну, на этапе ещё химиотерапии. Они ходят вот в шапочках, в челме, как я ходила. Ну, видно просто человека, когда я знаю, как выглядят люди такие. То есть, я сразу определяю, что... И мне иногда охота подойти и сказать им какие-то мотивирующие слова, что действительно надо не опускать руки, идти до победного. Как бы сложно бы не было, просто надо идти. Вот. Всех вас целую, обнимаю. Пока-пока.